Ну что, Харе Криши, дорогие приятные, очень рады видеть всех. Сегодня очень замечательный день, день явления дистанции Росла и Тахура. Как так получается всегда в эти дни у меня почему-то так попадает, что не приходится. И большая удача дать лекцию, рассказать что-то, хотя я совсем не квалифицирован, но почему-то в последнее время особенно все время хочется, конечно, посидеть в рядах слушателей, послушать что-то от возручных, преданных. Но так или иначе, положение Саньяси, положение проповедника обязывает рассказывать, делиться, общаться. Хотя на самом деле можно, конечно, сказать, что в наших книгах, особенно в последних книгах вышла большая, вот кто читает, он поймет, что на самом деле настолько полно, настолько удивительно изложена вообще личность, его биография, его концепция, то, как он проповедовал, то, как он общался со своими учениками, то есть о взаимоотношениях его с различными людьми, с учениками. И самое главное, суть его, вот этой миссии, она изложена вот в этой книге, большая книга тут, соприкасаясь, она есть и в электронной книге, есть. Недавно ее просто издали, подарили, попробуем показать, нам подарили книги. Я просто хотел показать при этом, пока, или, здесь, по-моему, с географиями, как сестра Сарасвайда Такура, немного Баграфия на Лукишорда, от Бабыжи, Бахтиноза Такура. Вот, и, что бы хотелось сказать всего, но, просто, саму биографию мы можем прочитать, у нас на сайте очень много лекций рассказывающих об эстанции, о нашей учителях очень много рассказывают, но, нам бы, конечно, хотелось рассказать то главное, но, ничего не зашел с Сарасвайда Такур, для чего он пришел, для чего он делал то, что он делал, потому что, если мы рассмотрим этот материальный мир, мы увидим, что, в принципе, большинство живых существ этого мира, они просто хотят наслаждаться этим материальным миром, находятся в неком, ну, таком, скажем, невежестве, потому что, ну, чтобы наслаждаться вообще этим материальным миром, гуно-невежество, оно просто необходимо, просто невозможно этим миром наслаждаться, если гуно-невежество отходит в сторону, ну, нужно понять, если еще гуно-страсти отойдет в сторону, то вообще, какого-то, очень сложно становится наслаждаться этим миром, потому что мы начинаем видеть правду этого мира, истину об этом мире, и совершенно непонятно, как вообще этим миром наслаждаться, поэтому и люди, которые хотят наслаждаться этим миром, ну, есть состоятельная необходимость поддерживать это гуно-невежество, ну, как-то чем-то, там, восприяниями, или еще чем-то, там, принятием какой-то запрещенной пищи, вот, с просмотром каких-то запрещенных телепередач, или еще что-то, но если человек, он захочет все-таки вступить на духовный путь, и узнать о себе правду духовную, то, отказавшись от всех этих невежественных вещей, он увидит и поразится, на самом деле, насколько вообще, ну, иллюзорно восприятие вообще, насколько наше иллюзорно восприятие, и это по отношению к этому миру, оно очень иллюзорно, и когда человек начинает соприкасаться с правдой о самом себе, об этом мире, то, ну, две реакции, одна ужасная, другая позитивная, то есть ужасная она, ужасная заключается в том, что человек, он волей-неволей задумывается вообще, как я во все это попал, вот, что я здесь вообще делаю или делаю, потому что это, ну, невообразимо, как можно находиться в этом материальном мире, это, на самом деле, такое, как Буртелян с вами попал и выражался, это далеко не место для джентльменов и леди, потому что это, ну, мир, это такое, ну, своеобразное место для личностей и живых существ с своеобразными желаниями, вот, а позитивное, это то, что человек, он в этот момент, он может узнать, что он на самом деле не является жителем этого мира, что это не его родина, что это некая чужбина, в которой он попал в силу, как-то определенных своих желаний, своих, вот, самое главное желание, конечно, зависть, позавидовала верховной вечности, возникло вот желание, вот, вот, я сама, или я сам, да, вот, я сам хочу наслаждаться, вот, по своей благой воле, вот, хочу, сам рулить, сам разруливать, сам тут, как-то, что-то иметь, вот, пытаться выжать из этого что-то, вот, ну, подобиться, в общем, ему, невзирая на то, что наши возможности по переваливанию совершенно ограничены, и, таким образом, мы запутались в этом мире, и, так вот, в этом, большинство двух существ, они живут в этом сознании, даже не знают, в самом деле, о том, что есть совершенно другая, трансцендентная природа, что совершенно другое есть восприятие мира, и, есть совершенно другое предназначение у живого существа для этого мира, и, вот, в разное время, в разное время, живые существа, они находятся в разной степени деградации, то есть, мы все знаем, есть сати-юга, есть два пара-юга, есть трета-юга, есть кали-юга, которая сейчас, как раз, идет кали-юга, она является особым невежеством, особым, такой, порабощенностью живых существ, но, в зависимости от вот этой, вот, от этого невежества, от количества присутствующих невежеств, от живых, и, различные формы деградации, для разных эпох, говорится, Господь, Он всегда присутствует на земле, и существует особо яркие его проявления, или особо яркие аватары, которые предназначены для того, чтобы дать людям какую-то духовную практику в определенную эпоху. В каждой эпоху Господь, Он приходит как определенная личность, как определенная аватара, и дает духовную практику в соответствии с данной югой, и данная юга, она характеризуется как раз с уровнем сознания живых существ. И мы видим, что все время циклично, циклично повторяется югер, циклично развивается сознание людей, то есть, там, сатья юга, 100 тысяч лет люди живут, там, третая юга, 10 тысяч лет люди живут, два пары юга, тысячу лет живут, и калий-юга сейчас идет, 100 лет люди живут. До каждой эпохи своя практика. И вот, калий-юга, она характеризуется такой, самой серьезной деградацией, когда все хуже и хуже. И поэтому, духовная практика, она самая простая. Приходит Господь читания Мухапрабу, который приходил 500 лет, и дает эту духовную практику о воспевании святых времен Господа, особенно совместное. То есть, когда в живом существу говорят, что, да, все плохо, все очень тяжело, но метод, метод прозрения, метод очищения, метод, метод выхода из этой иллюзии, очень прост. Успевайте святое имя, и вы, вы осознаете себя, как, и свое подлинное предназначение. И, мы можем заметить, тем, кто успевается в тое имя, тем, кто соблюдает регулирующий принцип, а тот, очень быстро, и отбавляется обдув на невежество и страсти, постепенно, постепенно, живой судьбон начинает видеть вещи в своем свете. И только по глубочайшей неудаче, живой судьбон может обратно захотеть, спуститься в это сомнительное плавание по этому материальному миру. И вот говорится на такой момент, что когда Господь читали мухоправок был в этом мире, то вот эта мантра, которую он давал, она была абсолютно. И люди, которые успевали ее, они сразу же отправлялись трансцендентом в мир, то есть они здесь не задерживались. И говорится такой момент, что когда дается что-то чистое, что-то чистое, это чистое, оно преломляется сквозь призму различных живых существ, сквозь призму видения различных живых существ. А каждая живость что, она обладает определенным умом, определенным набором чувств, определенным погружением в различные гуны. То есть в зависимости от преобладания различных гун, каждая живость что, она тут же абсолютно истину видит по-своему. То есть с определенным искажением или с определенной степенью чистоты. И говорится, что в тот момент, когда Господь дает абсолютную истину, она чиста. Но со временем, со временем она начинает преломляться. То есть она начинает преломляться, потихоньку с момента слушания и дальше по передачи передачи она добавляет в конце концов она достигает уже совершенно не узнаваемых видов что уже на самом деле находится не как подлинная духовная практика она становится очень полностью антиходом и скорее всего анти духовных и так она и происходит и говорится почему во времена махапрабу не было возможности но отклонений потому что махапрабу сам и господь не тебя до своей своим могуществом они не давали возможности проникнуть сознание людей оскорблением и поэтому живу что они просто повторяли обретали любовь к богу возвращались обратно господу и говорится что когда господь что не ушел из этого материального мира то какое-то время это чисто там сохранял сначала были да с вами бриндауна потом кашиданской вираж биндауна стопку чем ананда шинева сочаре ротом до стопку и вот после воды где пушина деградация она начала очень стремительно уже нарастать потому что уже искажение достигли и после этого возникло очень-очень много различных аппасом продали аппасом продай это течение которое под предлогом поклонения господу под предлогом совершение чего-то как будто бы чистого занимала сами отвратительными вещами в принципе это происходит всегда везде мы можем видеть что люди там себя бога могут объявить но у себя ближайшими спутниками господа могут еще чем-то себя объявить и соответствии с этим все все очень сильно искажается и вот в какой-то момент времени какой-то момент времени ну конечно господь он всегда наблюдает за всеми этими вещами и он понимает что необходимо какое-то несчастье необходим какой-то послание к его который бы опять восстановил частоту вот мог бы очистить и послал силу бахтинону топора и пахтинон такой когда пришел в этот мир но описать когда описывают личность бахтинону топора говорят что это личность была чрезвычайно бескомпромиссная своих принципах то есть то есть он очень четко понимал что нужно говорить что он идет и он очень много книг писал но он был очень мягким человеком не против ни с кем не воевал ни с кем не ругался и поэтому пусть его такой его все любили даже так называемая читала просто называемых маха пуши которые объявляли себя какими-то богами ли все-таки они приходили периодически надо общались с ним там скажем нашему за чашкой чая вот и бухтинон топором до общался с гуру сахаджи на были общался с различными и слышали историю что в один из таких моментов когда бухтинон топор общался с одним из сахаджи пришел он-то зашел бухтистанца расслабить такой увидев что бухтинон топор общается сахаджи ему не стал подходить а на расстоянии 30 50 шагов сделал вандалат вот и пошел дальше сделано давать своему отцу и сахаджи он спросил а почему такой прекрасный мальчик он не подходит нам не участвует не принят участие в нашей беседе он сказал что он просто дал обещание что не будет ближе чем на 30 шагов приближаться сахаджи ему будет увидел что я сижу сахаджи ему покойно уйти вот в этом проявилась на самом деле мягкость бахтинона топора и то же время в то же время вот этот революционный дух станция свадь такого изначально то есть и в этом это было как бы начальные проявления миссии с которым он пришел шпутинон топор он написал все эти книги он издал обосновал что такое очень подлинное учение господочитание он рассказал что есть чистая преданность но нужен был кто-то кто бы все это людям по распространил бескомпромиссно и он молился господу с тем чтобы господь послал ему сына которому мог смог бы осуществить эту миссию и господь послал бахтинон сарасвальд токура и бахтинон сарасвальд токура обладал таким бескомпромиссным революционным духом который говорит что он не оставлял камни на камне вообще объявила открытую войну вообще всем всем абсолютно всем концепциям и религиям и видением и всем чему угодно что не обладала преданностью господа такая очень удивительная натура что все что не имело под собой преданности господа каким бы она там нет с внешней точки зрения не обладала вроде бы красотой или поклонением или еще что то все что не имело отношения к чистому преданному служению все не имело для него значения и даже более того не имело значения даже все что было вне поклонение на плане поклонения в риндово конечно еще такой момент что есть очень много видов градации преданности есть поклонение на лайконхе есть поклонение таком настроении такого настроения далекому настроения в этом мире в большинстве своем мы наблюдаем что поклонение происходит с целью с целью что живы что хотят от господа что-то получить ставит там скажем свечки просят у господа что-то и таким образом мы видим что бы станция слайд такуру пришел материале мира чтобы объявить войну все 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 всему тому что преданностью господа не является в то же время и в то же время он проявил характер твой кунхаврити это милость ко всем падшим живым существом то есть он он проявил безграничный минус к тем же устом которые ну скажем невинные то есть очень много по что людей в этом мире они на самом деле невинные то есть они на каком смысле невинны все нет невиновных в этом материале не но и живут что которые но вот они дать небольшой толчок немножко рассказать правды немножко смысл их невежество и живой что они в принципе будут готовы искренне практиковать искренне идти по этому пути и вот эта качество кунхаврити она проявилась в одной истории такая что проявилась в одной истории когда у нас осваивается пор он задумал организовать проповедь в англии студенческих общежитиях где учились индусы и кто-то спросил у него сказал но там же очень много людей которые не едят мясо как как мы будем с ними разбираться то есть они же но будут хотеть кушать что-то как мы будем там вести свою деятельность допустим срослой такой рассказал нет проблем если там будет кто-то кто питается не вегетарианской пищей мы им покупать где-то соседних лавках не вегетарианскую пищу и предоставлять эту пищу этим людям и все шдарма хорошо мы знаем что он фарсальный браманской семьи он очень всегда волновался чистоте линии о том что люди подумают как это будет выглядеть и он выстрел бы санс расходить такой он сказал но если мы даже каким-то образом соприкоснёмся с мясом связано с не вегетарианцев это очень сильно опустит нас в глазах в глазах людей то есть на парке потеряем авторитет но баксас расслабить на кур он сказал такую вещь что тысячи жизни назад я продумал об этом я понял что для в этот век ради байкун хворить это вот этого безграничной милости ради того чтобы попытаться дать людям дать самое высшее что может быть в своей чистой форме мы должны идти на разные компромиссы это многие конечно эти пользуются сейчас что если санс расслабить акур сказал что мы идти на компромисс мы можем заключать самый разнообразный компромисс в том числе с самими собой но это касается вот тут очень такой момент что так это касалось не компромисса с собой когда живое существо но когда я вот такой слабо я вот такой падший да вот господь прими меня таким какой я есть вот такая к езда и вот я буду дальше грешите буду практиковать духовную жизнь так не получится на самом деле кто-то хочет серьезно практиковать он должен понять что серьезно идти по духовному пути это значит серьезно идти и в первую очередь это соблюдать регулирующие принципы то есть человек который эти регулирующие принципы это то есть его начал свою пробовать бахтиданта с вами покупать первое что он сказал на западе потому что даже понять что бахтиданта с вами пропадает а личность которая полностью восприняла идеи бахтиданта своей такуру и пусть полностью приняла его настроение и полностью воплотила его желание как раз в мире вот этого глобального невежества и нужно понять что когда бахтиданта с вами покупала он приехал на запад на запад то это бывает далеко не идея хотя хотя с какой-то точки зрения в индии было даже сложнее проповедовать почему потому что в индии люди они ну слишком слишком много скажем знаю мире запада люди даже не знаю что не знаю что такое оскорбление для них вообще неведомы на них просто говорят что вот это повторяйте хорик лично махамандру это принесет вам благо и почему говорится что в первое время все ученики прохода так быстро прогрессировали это было как раз потому что они ничего не знали об оскорблении они не могли их совершить они как раз или сразу сейши концепции с чистым знанием и очень быстро быстро прогрессируют когда они смогли совершить оскорбление тогда очень многие в это время оставили свою духовную жизнь и оскорбление как раз то что самое первое что может повредить нам нашим духовном пути ну так или иначе так или иначе мы должны понять вот такой момент что для того чтобы ну первое что это не так не такое частое явление что какая-то душа какая-то душа в этом материальном мире наполненном различными соблазнами какой-то момент времени желает идти по духовному пути довольно таки большая редкость на самом деле и если это происходит если это происходит это говорит о том что скорее всего скорее всего это душа она уже не одну жизнь скорее всего многие миллионы жизни идет по этой жизни она просто продолжает потому что если она привлекается привлекается вот этой концепции то это однозначно говорит о том что душа она уже была на потому что внук душ и просто все происходит очень постепенно то есть говорится как начинается духовный путь души я заработки неосознанного сукрити к примеру птица облетела вокруг храма неосознанная она заработка у сукрити это сукрити позволило ей следующей жизни уже не один раз два раза облететь вокруг храма и таким образом это сукрити она накапливается на коже то есть он человек получает возможность сам берег хотел начать нашу лекцию но вообще многие слышали что сил шидарма хорошо он говорит что в принципе но по понятной синхи не обязательно в нашей линии что мы выполняемся в ресторан гуру-гуранге ада кришне и почему мы повторяем не симку на самом деле есть разное объяснение но одно из объяснений таково то что на самом деле это касается бухтисан сарасвати такура что когда в один из раз когда он приехал на самое священное место на ракахунду вот он пришел туда и показал своим ученикам чтобы они не читали сокровенных игр и матбага начали седьмой песни шим от барбана читали ливо и симптом прохлада махараджи почему потому что с момента с момента прохлады начинается по ходу махараджи начинается на самом деле наша платформа то есть нужно понять что в нашей традиции наша традиция для того чтобы начать практиковать успешно нужно хотя бы по крайней мере прибывает на уровне прохлада махараджи так получилось нужно понять что прохлад махараджи никаких возвышенных вещах он не говорил он просто принимал все как милость господа то есть в этот момент даже понять что мы должны научиться первого что мы должны научиться в нашем нашей духовной практике воспринимать все что с нами не происходит как милость господу если мы лучше этому тогда есть вероятность того что мы можем поклоняться уранге рады кришне если мы не пришли вот к этому понимание что все по милости что все пропитана милость господа как отрицательно так и положительно значит мы еще просто не готовы поэтому одно из объяснений почему мы поем на самом деле мы хотим хотя бы с этим прохладом понять что у нас среди нас может кто-то присутствует спрятанной форме на каком уровне как прохлад махараджи я просто сужил сюда по себе нам очень далеко до уровня прохлада махараджи это потому что но очень возвышенный уровень а сами ничего не бояться чтобы сама не случилось там тигры львы оружие холод голод ничего не страшно господь мы на самом деле должны рано или просто прийти к одного понимания то что у нас есть по крайне меряется в подсознании или в сознании идея идея что это вполне в принципе возможно и по милости господа по милости он пр поэтому постепенно непонятно идем постепенно поем постепенно изучаем писание постепенно учимся общаться, постепенно учимся взаимоотношениям. Поэтому, о чем говорим, так важно нам как можно больше совместно встречаться и учиться общаться. Банально общаться, на самом деле. Потому что именно в отношениях что-то происходит, когда люди учатся развивать взаимоотношения. Я недавно буквально на днях разговаривал с водопреданным. Ну, я спросил, как у вас вообще семейная жизнь. И мне очень такую удивительную вещь сказала, очень на самом деле правильно. Что сначала было тяжело, но потом мы поняли, что семейная жизнь не предназначена для наслаждения. Она предназначена для удовлетворения Господа. А мы, что должны, должны научиться общаться, развить свои взаимоотношения в служении Господу. Знаете, о чем речь? Это самое главное, что пока люди не установили, не поставили себе в центр Господа, какие бы они отношения не развивали, там дружеские, супружеские, родительские. Если в центре нету Господа, все это рано или поздно развалится и придет в никуда. Ты должен понять, если мы, если начнем изучать религии других, ну скажем, концессий, мы увидим там то же самое на самом деле. Везде говорится, что для того, чтобы у людей даже на материальном плане были какие-то духовные отношения, то в любом случае необходимо, чтобы это было строилось на чем-то божественном. Как только люди строят свои отношения на уровне эксплуатации, либо освобождения, все это теряет смысл и все рушит. Такой очень удивительный стих. Я просто санскрит очень плохо запоминаю. Но смысл этого стиха заключается в том, что первым своим шагом Бахчистан Сарасвадит-Такур он объявил войну всем формам эксплуатации. То есть абсолютно всем формам эксплуатации. Вторым своим шагом он объявил войну и разбил все формы мыслительных спекуляций и освобождения. Абсолютно все, потому что все нужно понять, что вот эти так называемые духовные практики, духовные концессии, которые преследуют свою целью освобождения, или единения, или растворения, или становления с самим Господом. Все это очень иллюзорные вещи. И это даже хуже, чем эксплуатация. И своим третьим шагом он смягчил регулирующие принципы в Вайфе и Бахте. То есть нужно понять, что, допустим, если кто-то изучал, там, скажем, в Харибахте-Власу, или какие-то писания, которые говорят о том, как правильно поклоняться божествам, как правильно строить свою садхану, они понимают, что это на самом деле довольно-таки очень сложные вещи. Особенно вот нам, в неродившемся, но в районах святых земель, очень трудно понять вообще, как эти вещи вообще можно соблюдать. И Бахстан сразу такой, он смягчил все эти правила и ограничения. Простым принципом Рогануга-Бахте, что мы не Рогануга-Бахте, но он сделал так, что у нас появилась возможность поклоняться этому пути Рогануга-Бахте. И наш Гурудев Габидна-Махарадж мне очень в свое время вдохновила лекция. Он приезжал на установку питерских божеств, в тиши-гуранге Радамадова, в Сундерожи. И он, ну, Гурудев, он в этой лекции, он выглядит таким, с одной стороны, он очень вдохновленный, с другой стороны, очень серьезный, с другой стороны, очень такой озадаченный. Ну, вообще, потому что, ну, это странно было, с точки зрения Вайфхи-Бахте, то есть с точки зрения ведической концепции, с точки зрения регулированного поклонения, это странно привести высшую форму поклонения, которой нужно поклоняться очень почтительно издалека. Гуранга Рады Кришну привести в мир невежественных людей, которые вообще не знают, о чем речь идет. Он даже не знает, что такое поклонение. Он же понимает, что, допустим, Ананда Мои, хотя он, ну, квалифицированный в Пуджаре, но на тот момент он вообще ни о чем не знал об этом. Он был милиционером, который там работал, вдохновился, работая в отрезвителе, в Бхагавад-Гите. Зачитался в Бхагавад-Гите, повторял Харик-Миш, начал танцевать в отрезвителе. И его, соответственно, его потом уволили за это. Очень много интересных историй, но нужно понять, откуда вообще у нас люди взялись, и какое отношение мы имеем вообще к ведическому поклонению божествам. И вот Грудев, он, задачность его была, в чем озадаченность его? Что он сказал такую фразу, я не хотел привозить сюда божеств. Они сами захотели. То есть они сами приехали и сами себя восстановили. Поэтому, если бы, он говорит, если бы кто-то меня попросил о том, чтобы я привез божества и установил поклонение, я бы им дал строгие ведические правила. То есть по всем правилам. То есть как нужно в особо вставать, сколько раз хламится, сколько раз там. Все точно. Но, говорит, я, говорит, благословляю вас на путь Рогернуга-Бахте. Потому что, если божества приходят сами, то это, соответственно, они хотят, ну, людей, которые будут ему поклоняться, они хотят научить поклонению. И, соответственно, он говорит, что мы дадим некий стандарт, некий стандарт поклонения, самый простой, но впоследствии эти божества, они сами установят свой стандарт. Потому что, ну, все, кто каким-то образом касался, ну, вот этого момента, связанных с поклонением божества, они знают, что божества, они, с одной стороны, очень милости, но, с другой стороны, очень строгие. Когда мы делаем что-то не так на алтаре, они нас наказывают. Причем они так довольно-таки серьезно, сурово, твердо, бескомпромиссно. Если мы не справляемся, мы, ну, мы, ну, это, это оскорбление. И мы не можем больше что-то поняться, мы дисквалифицируемся. Ну, в большинстве, в какое-то время терпят. И если мы следуем стандарту поклонения, если мы развиваем с ними отношения, тогда, 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 все происходит удивительным образом. То есть, смысл, смысл в чем послание, послание Бахтистана Сарасвайт Такура. Суть заключается в том, что каждая душа, каждая душа, абсолютно, все души этого мира, вообще любого мира, они предназначены исключительно к преданному служению Госпожа. И каждая душа, она в какое-то время должна просто проснуться для этого. Что значит проснуться? Перестать заключать компромиссы с этим миром. Потому что, нужно понять, что наша единственная проблема, это, ну, дети компромиссов, что мы говорим, «Ну, Господь, немножко я себе пожилу, вот, ну, немножко тебе отдам». Там. Но мы можем понять, что это, ну, хорошо до какого-то момента времени, как, мне нравится очень, сразу, «Шидарому хорожа», он говорил, «Ну, мы можем быть под лицами негодяями, не можем быть ими вечно». И когда-то мы должны просто, ну, там, будиться и осознать, ну, вообще, во-первых, милость, одна, которая на нас пролили, нашу гуру, Господь, милость, которой они поделились с нами. И второе, что мы должны осознать, то, что, обретя эту милость, мы не можем удержаться за старые наши, вот эти все низменные вещи. Мы должны от них отказаться. Почему, почему, Гусетан Сарасваде Токор объявил войну всем, окова, духовным сопрадаемым? Потому что ты личности, которые на основании, вроде бы, как бы, духовные, но на основании, ты своей, то, что простые люди введены в заблуждение, они просто сделали бизнес. Ну, мы знаем, какой-то, и вот, самое главное, не дай бог нам такими не стать. Это вот, ну, первое, первый момент, что, когда мы управляемся, мы можем быть искренними в самом начале. Искренне повторяем мантру, искренне служим, там, божество, а потом приходят последователи, которые несут пожертвования, еще что-то, и, конечно, пожертвования, похлонения, это еще нужно уметь перенаправлять и переваривать. И если мы это не умеем, то мы осквернимся грехами этих людей и не сможем практиковать. мы либо встанем на путь компромисса, который заключится внутри нас самих, или начнем говорить, да ничего, Господь, это же так, 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 а в результате мы будем жить просто материальной жизнью и на самом деле обманывать только самих себя, и нескольких других просодушных людей. Но, господа и гуру обмануть невозможно, они все видят. Вот, они будут терпеть нас какое-то время, а потом, если мы будем продолжать деградировать, нас в этой жизни скорее всего дискалифицировать. Есть надежда, что нас не дискалифицируют совсем, дадут возможность в следующей жизни начать все заново, с того места, где мы остановились, как нам говорит боговат гида. Но, нужно даже понять, что время, которое в этой жизни нам отпущено для нашего духовного продвижения, оно будет безвозвратно упущено. И, ну, для господа нет проблем ждать. миллионы воплощений, миллионы, там, миллиарды кальф. Все это для для него, как бы, ну, он очень терпелив, очень, ну, хочет душа наслаждаться игрушками. Даже мы иногда терпим, своих детей, которые играют, 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 не слушаются, не слушаются. Но, в конце концов, приходит момент, когда наше терпение возображено, дети начинают становиться нормальными. Вот. то есть. да, сигур, сигур, гораута, канара, азизор, да, да, иди, раз, во рамки, да. у нас просто не очень много времени о деяниях святых можно рассказывать очень много бесконечно очень много истории даже если открыть интернет можно очень много удивительных историй найти об ассистанс расслабить такое взаимоотношениях его сашил шидара махарасима удивительный но смысл у нас просто всегда не хватает времени не хватает энергии вот но сегодня очень такой день на самом деле очень для меня лично заминатель потому что я получил первую инициацию вторую инициацию день ухода в ассистанс расслабить покора счастливилось быть в индии в это время 3 дублева получил инициацию первую но после городу явление другого через день ухода в санкции 1 инициацию через год ровно мы приехали обратно на вторую инициацию поэтому сегодня одна душа попросила милости связать его с этой концепции с этой линии божественной линии потому что но грудев когда его приходили личности разные души он всегда говорил что то что вы пришли ко мне я считаю вас искренними души и искренность это качество единственное на самом деле качество которое способно вести нас по этому пути как только у вас уйдет искренности не уходит и может навсегда уйти может на время выйти в том вернуться это говорит о том что мы перестаем прогрессировать духовной и вот эта искренность искреннее желание научиться удовлетворять господа искреннее желание узнать о том кто мы то он что-то из себя представляет этот материальный мир как вообще все это взаимодействие какая у вас будет всего этому полезен или полезно это ключевой момент нашей духовной практики это искренность искренность она ведет по нашему пути я просто себя могу сказать что я далеко не квалифицированная личность вот но искренне пожелав какой-то момент времени служить господа искренне пожелав научиться этому искренне пожелав встретиться общаться с его спутниками мы обрели служение и просто наши гуру наши гуру сила бахтибималам адут махараш и сила бахтисудхиргаслами махараш они просто какой-то момент времени попросили помогать им в этом в этом служении давать хренам люди связывать их со святым именем для того чтобы живу что они могли связаться с этой концепцией и самое главное искренность нужна и что мы не совершенно своей природе но как души мы совершенно и это дает возможность для милости господа если нужно понять что гуру это не человеку это божественный принцип который проявляется может проявляться безграничным образом у на самом деле везде во всем праздновали на днях день явления господа некенанды понять что все что мы видим вообще это проявление господа некенанды вообще абсолютно все нет ничего чтобы не являлась услуги на все абсолютно все это господь некенанды его различные проявления просто из-за того что люди пытаются наслаждаться этим на материальном плане это становится для них иллюзии и рабство материально только же высшего не осознает что все в этом мире это энергия господа некенанды предназначена для служения господу в уранге или энергии господа бала рамы который предназначен для служения господу кришне мы поймем что на самом деле наша задача просто изменить свое сознание изменить свое в ней видение и нужно понять такой еще самый главный момент что с одной стороны мы запутались в этом материальном мире погружены в иллюзии этого материального мира вот мы пытаемся что-то узнать об этом мире о чем-то на духовном о чем-то там разузнай с помощью книжек помощью чего-то но нужно понять что духовное трансцендентно не познается с помощью книг и она не познается через лекции она бывает что каждая душа она по своей сути обладает способностью воспринимать трансцендентное и вот это воспринимание она есть подлинная трансцендентно но все остальное книги лекции особенно воспевание святого имени особенно совместное воспринимание бог бога особенно слушание киртона уже понять что это различные ключи кроме к нам самим для того чтобы мы могли этому всему научиться с этим взаимодействовать самое главное самое главное что он всегда повторяют всегда объясняет или то что чему вы должны научиться духу служения должны понять что мы мы не предназначена для того чтобы наслаждаться служением предназначены того чтобы служить только в этом состоянии что может быть часто только живой что начинает эксплуатировать этот материальный мир думать что это все предназначено для него начинаются проблемы начинается запутывание тяжело что погружается различные формы материальных иллюзий как только живой что осознает даже материальном плане что нужно служить уже даже на материальном плане становится легче но если она осознает это на духовном плане тогда все станет совсем удивительно поэтому сейчас мы пройдем обряд инициации свое время нам мандры который сейчас получишь это нам дал шива галинда махараджа вот еще раз повторюсь что по просьбе особенно в адута махараджа они попросили далее уже не передавали и мантры возможность служить нашей линии мы выполняем это служение сейчас начитаем четкие машины вашего жилья здесь а где Девушки отдыхают. Паспалка джаганатха дасбабы же махарас ки джио шерупану гуру арга ки джио нам а чаря шила хридас такур ки джио нандхоти вайшнау рим ки джио си читанье срасват мадхачааре в риме ки джио я щипа твиджай роман прабу ки джио я мишну подвешивая нивши лачи бахтиданта свайна прахопад ки джио джио день божественного ления бхагавана шила бахтиседанта срасвате табура прахопад ки джио джио шиши гуру муран гиганхарал гиридхаре веки джио шиши гирираж гвардхан ки джио джио шнирисимханр прахопад махарач ки джио джио тулуси махарани ки джио джио всем преданным ки джио джио flexor Продолжение следует... 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 Он предназначен для того, чтобы ему служили, а не для того, чтобы он нам служил. Полугоги – это независимые личности. Такие боги, как Господь Брама и Господь Шива, они на самом деле неотъемлемые, уполномоченные Верховного Господа. И они непосредственно занимаются служением под его руководством. То есть мы не можем приравнивать поклонение им к поклонению Кришне. Третье оскорбление – это считать гуру обычным человеком. Мы не можем… Это оскорбление гуру – это в первую очередь духовный принцип. Мы должны понять, что таким образом Господь являет свою милость через кого-то. Четвертый принцип – это критиковать Священное Писание. Здесь такой момент идет, что мы можем сказать, что наше Писание – это… Вот они истинные, а другие Писания, ну, они второстепенные, потому что они и влагают какие-то ниши. Нет, на самом деле все Писания, они даны для определенного уровня сознания людей. Поэтому мы не можем критиковать вообще никакие Писания. Все, что связано с Божественной Реальностью, мы можем не читать их, но относиться с почтением даже, потому что это тоже одно из оскорблений. Пятое оскорбление – это считать славу о успевании Святого Небога преувеличением. Думаю, что это преувеличено. Шестое – давать собственную интерпретацию о успевании. То есть думать, что я буду успевать, и что же там получу, что какие-то механизмы будут присутствовать. Это все не имеет отношения к действительности от Самого. Просто в смиренном состоянии Духа нужно просто обнимать Святого Имени. Ни о чем не думать. Просто пожертвовать свой ум и пытаться воспринять милость Господа, пытаться услышать, что Он вам хочет сказать. Семое оскорбление тоже очень важное и опасное. Это оскорбление совершать греховные действия, надеясь на искупляющую силу Святого Имени. Потому что нужно понять, что Святое Имя обладает безграничной силой и свободно освободить нас вообще от всех грехов. Но если мы будем использовать это, то есть неделю грешить, потом день кается, потом опять грешить, это является оскорблением, которое еще больше нас запутывает в этом материальном мире. Восьмое оскорбление – это приравнивать воспевание Святого Имени к различным видам благочестивой, благотворительной деятельности, к различным аскезам, каким-то импетимиям, которые совершают люди ради обретения каких-то материальных благ. Мы можем понять, что это ни к какому отношению не имеет. Девятое оскорбление – это проповедовать славу Святого Имени и Бога неверующим. То есть это величайшего. Но если люди не хотят нас слушать, им рассказывать об этом не нужно. Как говорил Сус Христос, «Не мечеть и бисерд перед свиньей». Потому что люди, ну, понимаете, все разные. Если мы видим какой-то интерес у людей, мы должны им проповедовать, мы должны рассказать нам, мы должны дать возможность соприкоснуться, дать эту связь. Если вы видите, что люди критически настроены, оскорбительно, лучше им ничего не говорить. И последнее оскорбление – это сохранять материальные привязанности и материальные желания, несмотря на то, что мы получили посвящение в эту духовную практику. Мы должны понять, что они будут у нас, эти материальные привязанности, какое-то время. Мы должны понять, не должны задержаться за них. Мы должны их просто отпустить. Я не говорю, я не буду удовлетворять свои материальные желания, я хочу научиться служить тебе. Постепенно, постепенно это все рассосется, растворится и будет входить от нас. Одно отвалится, другое отвалится, третье отвалится. Потом, в конце концов, будет все очень проще, проще и проще. Хотя, в какое-то момент времени будет очень тяжело, будет очень болезненно. Мы можем просто молиться Господу с искренним сердцем, Господь. Преданные помогут, преданные. Очень много у нас удивительных книг, которые должны все эти книги изучить. Книги Шилашидара Махараджи, Шилагавинна Махараджи, книги Бухтидамды, Свами Пропады. И все нужно будет изучать, прочитать, осознать, что в них говорится, торопясь. И потом, по мере этого осознавания, рассказывать об этом другим людям. Это миссия Бухтидамса Рослайд Тахура. В чьей время мы сегодня празднованы, по милости, в которой мы можем сприкасаться с этим, осознавать это и психовать это. Вот. Я думаю, что на сегодняшнее наставление достаточно. Впоследствии будут вопросы, будут общения, будут служения, что-то возникает, будет что-то еще даваться. Тебя звали Женя. Я сам недолго медитировал над именем. И вот пришло сразу имя, я пытался уйти от него, но оно все время обратно возвращалось, я не мог. Я понимал, что наверное, наверное, Господь именно этого не хочет. И пришло имя Ешода Дулал. Ешода Дулал Дас. Ешода Дулал, это переводится как сын матери Ешоды, который всеми любим. все любят сына матери Ешода. Потому что маленький мальчик, который мама Ешода, который очень любит его. И его все люди, тоже вы любите. Все любят сына матери Ешоды. сын, 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 сын. Я говорю, такое имя. Вот здесь четкий. Вот это счетчик. То есть здесь отсчитываешь единицы, здесь отсчитываешь 16. 16 прочитал, здесь одно. еще 16. Ну, если ты придешь к этому. Но, минимум, четыре, если служение, но пытайся хотя бы 16. А сами, по секрету, 16 кругов легче читать, чем четыре круга. Потому что 16 кругов дают ощущение вкуса, начало вкуса. Вот. Это у нас алтари. И я на самом деле хотел потом преданных попросить, чтобы сделали еще такие же алтари с нашими божествами, с абхазской. Надо будет как-то подумать, сделать. Так. Вот у меня алтарик. Ну, потом преданно расскажут, как предлагать читлищу. Вот сюда. Вот тем более у вас супермужская жизнь. Я думаю, в совместной супругой вы будете учиться поклоняться. Она уже все-второ знает, чему-то научит. будете учиться друг у друга. Научитесь. Просто вот на самом деле огромная проблема вообще не то, что даже нашего общества, там, или нашей страны, или там вообще проблема всего мира сейчас, что люди теряли вообще ценности подлинной семьи. почему? Потому что убрали из своей жизни Господа и сосредоточили свою жизнь вокруг наслаждений собственных чувств. Но это серьезная проблема вообще. Даже не только духовная, но и материальная, что общество, оно разваливается из-за этого недопонимания на самом деле. у нас когда вообще по традиции Грубев он говорил, что если моей матушке рассказать о том, что люди разводятся, и вообще слово развод, моя матушка говорит, не поняла бы вообще значение этого слова. Что значит разводиться? То есть если люди соглашаются идти вместе, то это навсегда. То есть нужно понять, что это ключевой момент для того, что люди как-то продвигались. Поэтому мы просто надеемся, что вы друг другу поможете со своим ресурсом. Другой. Ты ей поможешь, она тебе поможет в чем-то. И вы будете пытаться научиться жить не для удовлетворения своих чувств, а для удовлетворения чувств Господа. И служение преданным, служение миссии поможет. В общем, о многом еще узнаете. Вот, ну так, на самый еще на самый момент. Так, давай на момент оттоважу, пока сюда. Джай, еще бурлевки. Джай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...